Итак, добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. Сегодня я хотел бы рассказать вам о такой замечательной программе, как BurRef. Я давно искал подобную программу, чтобы вставлять туда различные фотографии, картинки и прочие полезности в качестве референсов. Чтобы не загромождать ими, например, холст или уж тем более не включать браузер, различные там поисковики вроде Google и оставлять картинки висеть там. Так как это жрет довольно-таки много памяти. Даже посмотрим, например, тот же Firefox, в котором сейчас открыто всего лишь две вкладки, занимает сейчас почти 500 тысяч килобайт. При том, как Photoshop занимает всего лишь 131 тысячу килобайт. То есть, согласитесь, это примерно в 4 с лишним раз больше, чем сам Photoshop. А если вы при этом еще записываете видео, что-то вроде SpeedPaint'а, или просто транслируете в прямом эфире на том же Twitch'е или YouTube'е, то это довольно-таки значимо. Более приятный вариант это у нас Opera, она занимает не так много. Но если сложить все вот эти 5 процессов, то в принципе выйдет намного меньше. А в Opera сейчас открыта всего лишь одна вкладка. И поэтому, чтобы как-то оптимизировать вот это вот все, я начал искать программу специально для размещения референсов. И после нескольких минут поисков в Google'е она, как ни странно, нашлась. Собственно, что это за программа и как вообще с ней работать. Все очень просто, предельно. Появляется у нас вот такое вот окошко. С помощью правой кнопки мыши, зажатой, мы можем ее переносить куда нам надо. Давайте сейчас зайдем в Photoshop. Допустим, здесь у меня... Да, кстати, здесь еще можно вводить текст, но об этом чуть позже. Зайдем в Photoshop. Допустим, вот у меня холст. То есть мы можем переносить окно этой программы, как нам удобно, куда нам удобно. Также мы можем его растягивать. И, собственно, перемещаться по холсту. Эта программа с помощью зажатого колесика мыши. Ну и, соответственно, если это колесико крутить, то будем приближать и удалять. То есть масштабировать. Теперь, как вставлять сюда картинки. Здесь нет никаких кнопок, как вы видите. Но если нажать правой кнопкой мыши, у нас появляется вот такая вот менюшка. Все, что нам здесь нужно, это включить функцию AlwaysOnTop, то есть всегда сверху. Потому что если мы ее уберем и перейдем в Photoshop, то это окошко пропадет. Нам придется периодически на него переключаться. Но это не всегда удобно. Так, обмена. Вот, поэтому ставим всегда, чтобы она была... Далее, следующее. А менюшка, это у нас Window, то есть окно. А мы можем максимизировать его. Это иногда удобно, иногда не очень. А, собственно, зачем это нужно? Давайте... Давайте загрузим сейчас сюда какую-нибудь картинку. с помощью перетаскивания картинки откуда-либо. А сейчас сначала уберем. Так, допустим. Допустим, просто перетащим палитру цветов. Правда, здесь это не самый лучший вариант, чтобы ее перетаскивать. Теперь, если мы на нее нажмем, на эту картинку, мы можем ее перетаскивать с помощью зажатой левой кнопки мыши. А также можем приближать, удалять. Это все также остается. Но, допустим, нам надо сделать какой-нибудь мудборд из кучи разных референсов. Есть еще один способ загрузить сюда изображение. Это просто его, например, скопировать. У меня сейчас открыта моя страница на Pinterest. Как бы вот ссылка, я ее кину в описание. Собственно, что я тут собрал? Здесь я собрал нужные мне референсы по разным темам. И как бы такие, отборные. И как бы собирал по темам, которые нужны именно. Также можете посмотреть доски, на которые я тоже подписан. И особенно рекомендую вот эту вот доску. Также ссылку кинул в описании. Которая собрана специально для художников, ориентирующихся на дизайн персонажей. Сразу говорю, доска эта грузится довольно долго. Иногда зависает даже в браузер. Ну вот. Здесь буквально на каждую косточку, на каждую мышцу своя отдельная доска. Вот. Ну, с одной стороны, это очень удобно. С другой стороны, здесь очень много досок. Поэтому ориентироваться здесь довольно-таки непросто. Вот. Но если разобраться, то здесь можно найти много чего интересного и полезного. И поэтому я вам крайне рекомендую здесь побывать хотя бы раз. И предположим, нам нужна броня. А в фотографии различной брони, доспехов. Открываем доску и можем просто отсюда скопировать картинку. Так вот, правой кнопкой мыши копировать изображение. И вставить его сюда с помощью Ctrl-V. Не нужно. Можно удалить с помощью Del. То есть Delete. И сами эти изображения можем также компоновать, как нам нужно. Давайте еще парочку сохраним. Так, отлично. А теперь можно нажать Ctrl-R, чтобы максимизировать. Сделать это окно на весь экран. И сделать примерно вот такую штуку. Расставить картинки по краям. И сделать режим всегда снизу. А теперь выводим Photoshop из полноэкранного режима. Или любую другую программу, где вы там рисуете. Уменьшаем его. И получаем вот такой, собственно, moodboard. Плюс в том, что референсы здесь можно сделать в довольно-таки крупном разрешении. И иногда это очень значимо. Потому что если будут вот такие вот мелкие где-нибудь в углу экрана, это не всегда удобно. Но всегда можно приблизить. Так что в этом плане программа очень удобная. Выводим из полноэкранного режима. Собираем все вот так вот в кучку. Делаем его снова всегда сверху. И подстраиваем так, чтобы у нас здесь все поместилось. Все отлично. Даже в полноэкранном режиме Photoshop. А эта программка не будет закрываться. Что весьма удобно. А саму вот эту доску, куда вы сохранили нужные вам картинки, можно также сохранить. Файл Пур. И все ваши картинки с их расположением, он сохранится. Также их можно экспортировать. В нескольких видах. Если мы экспортируем именно сцену, то сохраним всю вот эту доску. Доску. Со всем ее расположением. А если мы же сохраним все изображения, то он сохранит все изображения, которые здесь есть. Как отдельные файлы. Ну и соответственно, выбранные изображения сохранит только те изображения, которые вы выбрали. Выбирать здесь можно с помощью Shift. И также можно это выделение убирать. А теперь о том, где эту программу взять. Сама программа, она абсолютно бесплатная. И распространяется через официальный сайт. А здесь просто заходим на сайт, нажимаем кнопку Download. А нам предлагают здесь задонатить 5 евро. Но это уже на ваше усмотрение. Как бы если у вас нету и вы не хотите донатить, просто ставим 0. Выбираем нашу систему и нажимаем Download. Открывается вот такая страничка и начинается загрузка. Дальше, я думаю, вы разберетесь сами, как их установить. Там ничего сложного нет. Ну и на этом, я думаю, уже все. В принципе, все, что можно было рассказать, я рассказал. Все самое нужное и интересное. Единственное, я забыл рассказать про текст. Также правая кнопка мыши, либо Ctrl-M. И печатаем здесь нужный нам текст. Все. Просто щелкаем оно по свободному месту. И также можем переносить наш текст как картинку. Что касается менюшки Mode, можно еще также поставить Transparent to Mouse. И, кстати, не советую включать вот эту штучку. Don't show this again. Потому что сообщения бывают достаточно полезные с предупреждением. А так как здесь нет практически никаких кнопок, все делается, считайте, на футкейках. То есть на горячих клавишах. Поэтому, например, сейчас правая кнопка мыши уже не сработает. А потому что. А эта функция игнорирует мышь, которая заходит на нашу программу. То есть если я даже возьму Photoshop. И буду здесь рисовать. То есть я как бы переключился на... Ну сейчас, допустим, на Photoshop. То есть все равно эту программку я не смогу не сдвинуть ничего. И как видите, по навигатору за этой программой есть еще что-то. Какой-то мазок. И даже если свернуть все программы, то это не поможет. А как это исправить? Это очень легко делается. Наводим сюда мышкой на иконку программы. И надо, чтобы вот здесь курсор был перечеркнут. А если он будет не перечеркнутый, то, как мы видим, программа игнорирует. А если же он будет перечеркнутый, то мы этот режим отключаем. А я думаю, это достаточно полезная информация будет для вас. Чтобы в первый раз случайно что-нибудь ни то не нажать. И так же есть еще Overlay Mode. То есть перекрытие от... Здесь, конечно, работает. А правая кнопка мыши. Но сюда надо вставить хотя бы какую-нибудь картинку, чтобы понять, зачем это надо. Так, я вставил сюда пару картинок. Давайте посмотрим, что с ними можно сделать. Расположим их как-нибудь. Так вот, для наглядности. И включим этот режим. А теперь у нас пропал фон программы. Но картинки остались. И они остались в натуральном размере. А, к сожалению, я так и не понял, как изменять их размер. Несмотря на то, что здесь есть функция Normalize. То есть нормализировать его по высоте и по ширине. Их так же можно выстроить. То есть сделать аранжировку. И выровнять. То есть... Вот, но это опять же все надо... Попробовать и настроить путь себя, как вам будет удобно. А, кстати, из выражения можно вращать. Выдерживая Ctrl и левую кнопку мыши. Иногда это может быть довольно-таки удобно. Так. Ну, теперь касательно программы я рассказал действительно все, что вам необходимо знать, чтобы уже комфортно с ней работать. И если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И если вы хотите, чтобы видео выходили гораздо чаще, тем не менее, то я буду очень рад, если вы поддержите меня на патроне. Я создал свою страницу на патроне. А здесь уже даже появился первый патрон. А для тех, кто не знает, что такое патрон, я создам скоро новое видео, в котором подробно все расскажу. Ну, а если вкратце, то люди, которым нравится, допустим, творчество определенного человека, там, видеоблогера, художника, там, музыканта или какого-нибудь игродела, они его, скажем так, спонсируют за определенные вознаграждения. То есть, например, за 1 доллар человек может получить рисунок в высоком разрешении, плюс, например, PSD-файл, то есть исходник в фотошопе. В моем случае это рисунки по Dota 2 и другим играм по нарты из категории 18+, без цензуры. То есть, сейчас, например, они вот так вот замылены, но мои патроны, которые поддерживают меня на этом сайте, получают эти арты без цензуры. Также за более крупные вознаграждения человек получает дополнительные плюшки, например, Reference List, то есть, например, здесь видны руки с разных ракурсов. Это один из вариантов. Также, как вариант, видеопроцесс рисования каждого арта, который я выкладываю. И, само собой, скидка на различные заказы артов. То есть, коммишены там всякие по различным играм, пан-арты или просто портреты. То есть, на все это человек получает скидку. И, между прочим, неплохую, целых 30%. Все средства значительно ускоряют выход новых видео. У меня сейчас, к сожалению, не так много свободного времени, чтобы постоянно делать хорошие, интересные видео. Но, тем не менее, мне очень хочется этим заниматься. И поэтому, если патрон будет действительно приносить хотя бы часть того, что я зарабатываю сейчас, то видео будут выходить 2-3 раза в неделю уже строго. И, помимо этого, также, соответственно, контент на патроне, который выходит раз в 2 недели. Я считаю, что этот способ гораздо лучше и полезнее, и интереснее, чем просто просьбу поддержать на кошелек Яндекс.Деньги или Бигмани. Поэтому я буду рад, если он тоже вам понравится. Ну и на этом теперь точно все. До следующих видео. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!